МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Нарожная карта Минска и расширение миссии ОБСЕ. Это главный итог почти пятичасовых переговоров нормандской четверки в Берлине. Они завершились накануне поздно ночью. По мнению экспертов, похоже, удалось сдвинуть место забуксовавший процесс реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Нынешняя встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции стала четвертой по счету. Напомню, в феврале прошлого года Меркель, Путин, Алант и Порошенко провели 17-часовые переговоры, когда были выработаны минские соглашения, основа для мирного разрешения ситуации в Донбассе. На этот раз удалось договориться о создании в течение месяца документа, содержащего все шаги по выполнению пунктов минских соглашений. Речь шла также о расширении миссии ОБСЕ и предоставлении наблюдателям доступа ко всей территории региона в зоне конфликта. В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе состоялись третьи и финальные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. На этот раз республиканец и его оппонент обсудили право на аборты, ношение оружия, миграцию, экономику страны. Судя по опросам зрителей, ни один из противников не набрал убедительного преимущества, что еще раз подтвердило, исход голосования до сих пор нельзя прогнозировать уверенно. Участники дебатов предлагают радикально различные рецепты американской экономики, политики и обороны. Если Трамп против абортов, то Клинтон категорически за. Также радикально разделено и общество. Сами выборы назначены на вторник, 8 ноября. На Азию обрушился супер-тайфун Хайма. Приставку «Супер» в качестве характеристики он получил потому, что скорость ветра в местах, куда пришел Хайма, достигает 220 км в час. В настоящий момент стихия бушует на Филиппинах и в прибрежных регионах Китая. Уже известно об одном погибшем. Жертвой природного катаклизма стал 70-летний филиппинец. Шторм пятой, наивысшей категории, побудил власти ряда стран эвакуировать десятки тысяч граждан. Остальному же населению было рекомендовано не покидать свои дома. Разрушение и ущерб уже масштабны, но оценить их пока затруднительно. Известно лишь, что три года тому назад жертвами подобного же супер-тайфуна стали в регионе 6 тысяч человек. Мощный пожар на обувной фабрике в Перу стоил жизни и троим пожарным, и вполне возможно, нескольким рабочим. Огонь охватил практически целый квартал одного из окраинных районов Лимы. С фабрики пламя перекинулось на фармацевтическое предприятие, расположенное поблизости. Поскольку большая часть рабочих на перуанских предприятиях трудится полулегально, их численность неизвестна никому, кроме фабриканта. Огонь бушевал почти сутки, и пожарища придется обследовать крайне тщательно, чтобы установить точное число жертв. По всей Латинской Америке прокатились многосоттысячные манифестации. Их участницы и участники протестовали против широко распространенного в регионе насилия над женщинами и против разгула насильственной преступности вообще. Известно, что страны Центральной и Южной Америки лидируют по количеству убийств и грабежей. Безусловными лидерами здесь являются Гондурас и Гватемала. Чуть отстают Бразилия, Мексика, Венесуэла и Сальвадор. При этом главными жертвами преступлений всех разновидностей остаются женщины, будучи способными оказать сопротивление преступникам в меньшей степени. Старт массовым акциям протеста от Аргентины до Мексики дала трагедия, случившаяся с 16-летней Лусией Перес, которая была похищена и убита. Спускаемый модуль Скиапорелли Европейского космического агентства, совершивший минувшим вечером посадку на Марс, так и не вышел на связь с Центром управления полетом. Путь этого аппарата к Красной планете занял 226 дней. Посадка Скиапорелли была не совсем мягкой, хотя и штатной. Он упал на поверхность Марса с высоты в 2 метра. Очевидно, это и стало причиной возникших проблем. Ученые, впрочем, не отчаиваются. Они пытаются связаться со Скиапорелли и заставить его заняться назначенным ему делом. Модуль должен был производить анализ атмосферы и почвы, а также пересылать на Землю снимки поверхности Красной планеты. Олег Романов, телекомпания СТВ. Заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов состоится сегодня в Минске. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета будут обсуждать вопросы развития спорта на континенте, в том числе детско-юношеского. Сегодня же в Беларусь начнут пребывать и делегаты из 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Делегаты из 50 стран будут работать в Минске 21-22 октября. Спорт в Беларуси развивается очень динамично. Это видно по результатам атлетов и по количеству соревнований, в том числе международных. На мой взгляд, проведение мероприятия, которое включает состязания в нескольких видах спорта, например, региональной олимпиады, существенно усилит позиции Беларуси в мире спорта. И тот факт, что вы принимаете у себя Генассамблею, он тоже поднимет авторитет страны. Новый виртуальный помощник для беларусов в стране разработали платежный будильник. Программа сама напоминает о необходимости рассчитаться за услуги в системе ЕРИП, она же расчет. Достаточно лишь привязать к ней пластиковую карточку. На данный момент программа запущена в тестовом режиме. Коммунальные платежи, штрафы ГАИ, еще что-то там, телефоны. И когда у вас будет возникать задолженность, у вас будет программа оповещать, что вам необходимо оплатить. Выдавайте вам ссылку, вы нажимаете на ссылку, и тут же с вашей карточки списываются деньги, оплата произведена. Необычные скамейки появились на улицах Могилева. Со спинками и без, и изящной ковкой, и простыми линиями. Каждая лавка изготовлена в единственном экземпляре. Так что в распоряжении могилевчан теперь настоящий эксклюзив. Все эти скамейки появились в городе в результате городского конкурса. На нем были представлены 18 эскизов, которые теперь воплощены в жизнь. Победителем конкурса стала скамейка «Примирение» прямо возле городского ЗАГСа. Хорошо придумали скамейку «Примирение». Вот если с нашей позоримся, все равно сюда я приведу, будем мириться. Гуляли мы с подругой, увидели мы скамейки, смотрим такие красивые скамейки. Эти скамейки удобные, ну и посидеть, отдохнуть правильно. Ну, если будет продолжение, очень будем приветствовать это дело. И последнее. Курьез на турецком телевидении во время прямого эфира утреннего шоу в студию регионального канала проник бездомный котенок. Животное прыгнуло на стул, потом прогулялось по столу ведущего. Затем малыш улегся на клавиатуре ноутбука. Диктор не стал прерывать эфир из-за незваного гостя. Он обратился к зрителям с просьбой не забывать кормить уличных котов зимой. И на этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. До встречи.